КОМАНДА ЧЕМПИОНОВ Очень классные. Все были просто фантастическими. В Австралии работать было легче. Во-первых, в команде не было языкового барьера между людьми, поэтому было проще справиться. Команда, конечно, также была невероятной. Грег фантастический. Когда нужно поставить приключенческий фильм, это значит, придется много работать. Особенно тяжелой была постановка моментов с переправами на плотах. Или концовка фильма, где нужно было точно знать, что делать. И Грег вместе со Стефаном точно знали, как сделать правильно. И точно знали, как это все правильно снять. Грег – отличный режиссер. Я люблю работать с такими режиссерами. Он достаточно прямой. Если что-то не работает, он точно скажет, «Нет, так не пойдет, не делай этого». Некоторые режиссеры будут обхаживать тебя и подстраиваться. От Грега не дождешься. Ценю эту черту в нем. И да, он невероятно руководит процессом и чрезвычайно практичен. А еще он очень забавный и классный. Я бы хотел поработать с ним над комедией. Сейчас мы закончили сложнейший проект, но было бы здорово поработать вместе в более воздушном. Карла – человека, которого Йоси встретил в реальной жизни. Невероятно харизматичный австралийский парень, который знал джунгли вдоль и поперек. Он пригласил Йоси отправиться в путешествие по лесам вместе с ним. А для Йоси это было именно то, о чем он и мечтал. Настоящий опыт, который всегда хотел получить. Йоси отправляется в джунгли с Карлом, который ведет безупречную игру между прекрасным, веселым, харизматичным и интересным человеком и тем требовательным и опасным, в которого он превращается. Оставив команду без малейшего понятия, что делать дальше. Томас превосходно исполнил свою роль. Образ настолько провокационного персонажа в его исполнении получился особенный. Его собственный характер позволил ему быстро вжиться в эту роль. Думаю, история Йоси очень и очень глубокая. Она применима к множеству людей, которые страдают от болезней или ведут любого рода борьбу. Послание фильма заключается в том, что Йоси, человек, который отправился в это путешествие, был абсолютно к нему не готов, никакого опыта, никаких тренировок по выживанию. Опираясь лишь на одно желание – выжить, подпитывая его решимостью, он смог остаться в живых. То, что я запомню об этих съемках, это что они были удивительными. Удивительные места и удивительная команда. Именно это важно для меня. Каждый фильм, в котором я снимаю, ценен для меня именно опытом, который я пережил во время съемок. Я думаю о фильме не как о кино, которое когда-то посмотрю, а как о воспоминаниях конкретного момента жизни. Это ценно для меня. Продолжение следует...